Пожар на крыше, зарплата ветеринарам, обманутые дольщики. Что обсуждали на заседании правительства. В Барышевском районе уничтожат 23 свиньи, покупать там мясо не рекомендуют. 100 миллионов рублей медицине, 170 миллионов ЖКХ. Депутаты и губернатор обсудили бюджетные вопросы. В Ульяновской области в 2019 году приведут в порядок 68 родников. Сегодня в здании правительства прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом послужило опасное заболевание. В селе Сурские вершины Барышевского района выявили очаг африканской чумы свиней. Африканская чума – это заразная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и скоплением крови во внутренних органах. Очаг лихорадки был обнаружен в селе Сурские вершины Барышевского района. За несколько дней до этого на территории местного заказника был найден труп инфицированного дикого кабана. Как отмечают в министерстве, проверки, проведенные зимой и весной, инфекцию не обнаружили. В 2016-2015 году на территории заказника Сурские вершины выявлялись туши павших кабанов. Лабораторные исследования, которые были проведены, выявили солевое отравление всех диких животных. Это именно при зиме в падеже. Правительстве отметили, что очаг заболевания локализован. На месте работают сотрудники агентства по ветеринарии и министерства экологии. На выезд из села временно установлен контрольно-пропускной режим. С населением проводится разъяснительная работа. Мы хотим принять постановление правительства Ульяновской области об учреждении животных и продукции животноводства на территории села Сурские вершины. Данный документ тоже ожидают в прощайшие сроки. У нас седьмой анимат стоит здесь. Поэтому совместно и с министерством финансовым, и с нашим государством, и с новым департаментом, если необходимо в министерство справовой экономики, подключайтесь к этому, чтобы оценить их и подготовить к принятию данного постановления. В пределах 5 километров от села будут уничтожены 23 особи. Места захоронений уже согласованы, подготовлена необходимая техника. В пределах 100 километров от населенного пункта запрещается перевоз и продажа свиней. Еще одной темой для обсуждения стал вчерашний пожар в здании правительства. Система пожарной безопасности сработала безотказно. Результат того, что буквально в прошлом году будет проведена очень серьезная работа в здании администрации, в соответствии с действующими законодательствами против пожарных требований, поэтому это позволило нам предотвратить распространение пожара и локализацию оперативно. Правительство работает в штатном режиме. Повреждено около 30 квадратных метров кровли. Незначительному ущербу подверглись несколько кабинетов на четвертом этаже и колонный зал. Пострадавшее крыло пока обесточено. Поджога не было. Ветеринарам повысят заработную плату, а на обманутых дольщиков увеличат финансирование. В областной администрации прошло заседание правительства. На повестке значилось 8 вопросов. Какие, расскажет Наталья Чумаченко. Еженедельное совещание правительства Александр Смекалин начал с разбора вчерашней чрезвычайной ситуации. Вчера в 21.35 по местному времени на пульте охраны в здании правительства сработала пожарная сигнализация. Загорелась крыша. Были вызваны специальные службы. Пожар удалось быстро ликвидировать, поэтому никто не пострадал. Произошло возгорание в чердачном помещении, после чего через вентиляционную шахту огонь вырвался уже непосредственно на кровлю. Однако, благодаря слаженной работе команды спасателей, команд пожарных, уже в 22.03 очаг возгорания был локализован. И уже, по сути, где-то в 22.07 полностью потушен. В том, включая, соответственно, уже и скрытые очаги возгорания. Далее чиновники перешли к повестке дня заседания. Члены правительства единогласно проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области о прожиточном минимуме. Законопроект приводит нормы документов в соответствии с федеральным законодательством. Предлагается провести в соответствии часть 1 статьи 4.1 закон Ульяновской области о порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области. В части уточнения порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера на основании правил, утверждаемых правительством Российской Федерации. Все соответствующие заключения положительные получены. Прошу поддержать. Второй немаловажный проект постановления правительства касался перераспределения средств областного бюджета на 2019 год в части внесения изменений по государственной программе строительства и архитектуры региона. За счет сложившейся экономии 1,6 млн. перераспределяются на мероприятие 1,1 млн. на предоставление детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, на компенсацию наем жилого помещения. 900 тысяч рублей на мероприятие предоставления единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений граждан, вострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Следующий законопроект вносил изменения в государственную программу региона по работе ветеринарной службы до 2021 года включительно. За счет внутренних перераспределений планируется выделить дополнительные денежные средства на создание и развитие информационных систем, содержание агентства ветеринарии, а также повышение заработной платы работников подведомственных учреждений. Кроме этого, на повестке дня значились вопросы по внесению изменений в законы о государственной собственности, семейных, родовых захоронениях и другие. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. В этом году на территории региона приведут в порядок 68 родников, в том числе 27 из областного бюджета Ульяновской области и 41 за счет небюджетных средств. О благоустройстве шла речь во время рабочей поездки губернатора в Николаевский район. Сергей Морозов осмотрел работы, проведенные на роднике в селе Давыдовка. Сотрудники местного лесничества и арендаторы лесных участков проложили деревянную дорожку к источнику и установили лавочки. В сентябре 2018 года была организована работа по сбору заявок от муниципальных образований. В итоге был составлен перечень родников. Пока ведется работа по подготовке соответствующих нормативно-правовых актов для подписания соглашений с районами. Работы по благоустройству обещают завершить до 15 сентября. Первая половина года позади. Настало время подводить итоги. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области, подписавшие соглашение при принятии регионального бюджета, обсудили с правительством региона его исполнение и хозяйственные вопросы. Встречи прошли пофракционно. Встреча губернатора и министров регионального правительства с депутатами законодательного собрания прошла в здании администрации региона. Промежуточные итоги 2019 года вопрос непростой. Достижения уже есть. Пора обсудить перспективы. Нам есть чем гордиться и в экономическом, и в финансовом плане. Мы продолжаем создавать новые рабочие места. Больше 10 тысяч новых рабочих мест уже создано. Несомненно, это дает возможность людям быть более гарантированными в это сложное время своей настоящей и будущей жизни. Однако, определенный круг проблем сохраняется и требует решения. У каждой фракции депутата есть списки народных чаяний и предложений. Отсюда и вопросы к кабинету министров и губернатору. В регионе подготовлен проект изменений в бюджет. Мы очень внимательно с ним ознакомились. Обращаем внимание на ряд позиций на выделение средств на компенсацию доходов по железнодорожным пригородным перевозкам. Видим, что на социальную направленность выделяется почти три четверти из предложенной суммы сегодня. Мы видим, что 100 миллионов пойдет на здравоохранение. Ну и обсудили также перспективы второго полугодия, высказали свои предложения. Очень надеемся, что правительство их услышит. Результатом очень доволен. Тем более, что благодаря таким вот встречам и благодаря тому, что правительство и лично Сергей Иванович начинатели больше обращают внимание на проблему ЖКХ. Значит, более 170 миллионов дополнительно по линии ЖКХ выделено в бюджет. Это очень хорошая цифра. Ну и я считаю, что если такими темпами пойдем дальше, то в следующих годах мы систему ЖКХ поправим, конечно. Сегодня необходимо как бы, да, в целом посмотреть и руководители учреждений здравоохранения, потому что надо поощрять тех, кто хорошо работает, а не как сегодня, что те, кто плохо работают, они сегодня больше получают средств, я имею в виду больницы, руководители, чем те, которые работают хорошо. И необходимо просто, да, изменить систему, систему управления. Потому что если мы сегодня не поменяем систему управления и качество управления, сколько мы туда не вливали денежных средств, ничего не изменится. Взгляд со стороны в аппарате правительства признают конструктивным, диалог нужен. Особенно тогда, когда он не на эмоциях. Слушать и слышать – именно это сквозная линия всех обсуждений. Сегодня были обсуждены предложения по внесению корректировок в региональный бюджет по итогам деятельности первого полугодия нашего региона. Нам приятно отметить, во-первых, то, что эффективность работы экономики позволяет нам перераспределять дополнительные доходы. Это более 1 миллиарда рублей. Кроме того, этот рост собственных доходов нашего региона позволило дополнительно еще и в рамках соглашения с Министерством финансов Российской Федерации пересмотреть параметры профицита и дефицита нашего регионального бюджета. Работу этих высвободившихся средств ульяновцы скоро ощутят на себе. Появятся новые автобусы, будут пересмотрены расходы на здравоохранение, дополнительную поддержку получит сельхозтоваропроизводители и жилищно-коммунальная сфера. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. 160 лучших школьников Вишкамского и Корсунского районов Ульяновской области провели всю прошедшую неделю в палаточном городке близ села Зимненки, где проходил слет молодежи в рамках акции «Умная школа российского движения школьников». Ребята встречались и беседовали с учеными, политиками, спортсменами, участвовали в мастер-классах. О встрече школьников с представителями клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре наш следующий репортаж. Палаточный городок движения «Умная школа» уже не в первый раз развивается у реки Корсунка близ села Зимненки. Для ребят созданы все условия для комфортного проживания – горячая пища на костре, рыбалка, дискотека, а главное – увлекательное общение с известными людьми и коллективами Ульяновской области. Не в первый раз российское движение школьников приглашает представителей клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Ну, «Пересвет», я думаю, ребята вас ждали, потому что не первый раз мы с вами работали. Вы приезжали к нам в Центр дополнительного образования, детям очень нравится, особенно вот эти все виды боевых искусств, вот это именно вот сплочение, дружба, которые дети. То есть это боевые искусства, это не только, допустим, единичная как-то вот борьба, а именно вот коллективная работа. Среди отдыхающих – лучшие из лучших. Эти ребята не только учатся на отлично, но и занимают активную гражданскую позицию. Можно сказать, что это школьная элита Вишкаймского и Корсунского районов. Впрочем, воспитанников «Пересвета» тоже можно отнести в эту категорию. Они и учатся хорошо, и одновременно успешно занимаются жестким видом спорта – смешанное единоборство. Поприветствуем клуб «Пересвета». Несмотря на то, что мы проживаем в маленьком таком поселке, поселке Самородки, из такой глубинки мы приезжаем на соревнования, как говорится, и даются диву люди, которые, как говорится, в этом спорте пребывают уже с самого начала и по сей день. Проводим такие красивые бои и занимаем призовые места. Удары в стойке и приемы в партере. После небольших показательных выступлений пересветовцы пригласили зрителей присоединиться к ним и вместе изучить некоторые приемы ММА и боевого самбо. Охотно соглашались и парни, и девушки. Тем более, что был стимул. За каждого вышедшего на ковер зрителя руководители лагеря добавляли 5 минут к вечерней дискотеке. Ребята из «Пересвета» хоть и жалели своих спарринг-партнеров, но все же все должно быть достоверно. Скажите, что у меня проигрышное положение. Ведь он сверху, он сейчас добьет меня. Работай, работай. Вот он, он начинает работать. Все. И пошел болевой на руку. Спросите у него, какие ощущения. К радости многих мастер-класс обошелся без потерь и травм, а по его окончании воспитанников «Пересвета» засыпали различными вопросами. Ребят больше интересовали спортивные травмы, а девушек вес и физическая форма. Когда же любопытство было удовлетворено и вопросы иссякли, то к представителям монастырского клуба выстроилась целая очередь за фото. А взрослые запланировали на следующий год привезти «Пересветовцев» сюда на несколько дней. Вместе пожить и потренироваться. Сказочный мальчик Симбик из одноименного журнала пришел в гости к ребятам из лагеря «Волжанка» и показал мир театра. В детском лагере прошло мероприятие с участием издательского дома «Ульяновская правда». Подробнее расскажет Рината Алелова. В лагере «Волжанка» в самом разгаре вторая смена. На территории отдыхают 500 мальчишек и девчонок. Я очень хорошо здесь отдыхаю в лагере и мне очень нравится общаться с моими друзьями. Здесь природа, свежий воздух и новые знакомства, друзья. Но вечером мне нравится отдохнуть. Особенно любят 8-летняя Вероника и все остальные дети развлекательные программы. Каждый день в лагере бывают гости и устраивают интерактивные площадки. Сегодня к ребятам приезжал Симбик, герой из одноименного журнала «Ожил для детей». Вместе они успели поиграть в мяч и узнать об интересных рубриках журнала с 20-летним стажем. Мы очень гордимся тем, что у нас детская аудитория. И поэтому огромная база у нас данных. Мы сотрудничаем со школами, сотрудничаем с детскими садами, с музеями. И информационная наша сеть каждый раз нам предлагает что-то новое. Буквально две недели назад проходила Ночь науки. Поездки в лагерь с развлекательной программой. Основная часть совместного проекта – театральный калейдоскоп, журналы «Симбик», входящий в издательский дом «Ульяновская правда» и Ульяновской детской библиотеки имени Аксакова. После игры в мяч сотрудники библиотеки устроили для детей театр под открытым небом. Площадок было две. На первой дети стали героями сценок стихотворения «Багаж» Самуила Яковлевича Маршака. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван. Диван. Чемодан. Саквояж. Картина. Гвардина. Картонка. Товарищи! Где собачонка? То есть каждый ребенок побывал в роли артиста. Пусть это роли были неодушевленные, среди две только были одушевленные, это дама, носильщик и собака, две собаки. И несмотря на то, что это были неодушевленные роли, дети все-таки почувствовали себя артистами. Вот именно в год театра они поняли, насколько очень трудно и сложно быть артистом. На второй площадке мальчики и девочки пробовали себя в роли актеров театра кукол. Учились управлять перчаточными и тростевыми игрушечными артистами. Если кто-то захочет, значит, пожалуйста, в наш кукольный театр. Кто будет в Москве, в московский кукольный театр обязательно. Очень интересно. Не только детям, но и взрослым. Встреча с героями детского журнала «Сказок и театр» останется не только в воспоминаниях, но и на страницах издания. В конце развлекательной программы каждый ребенок получил руки по одному экземпляру детских познавательных журналов «Симбик» и «Антошка». Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин